Пых! Жили-были дедушка, бабушка да внучка Аленка, и был у них огород. Захотелось однажды дедушке репки покушать. Пошел он в огород, нашел грядку с репкой, только наклонился, чтобы репку вытащить, а с грядки кто-то так защипит на него. Шпх! Не ты ли это, дедка? Не за репкой ли пришел? Испугался дедушка добежать. Еле-еле до хаты добрался, сел на лавку, отдышаться не может. Ну что, дед, принес репку? Ох, бабка, там такой страшный зверь сидит, что я еле ноги унес. Ну что ты, дед, я сама пойду репку принесу. И пошла бабка в огород. Идет, торопится. А вот и репка. Нагнулась бабка, чтобы репку вытащить. И как зашипит на нее кто-то. Шпх! Не ты ли это, бабка? Не за репкой ли пришла? Испугалась бабка добежать. Еле-еле до хаты добралась. Села на лавку, отдышаться не может. Ой, дедка, твоя правда. Кто-то там под кустом сидит, страшный такой, и пыхтит. Еле-еле ноги унесла. Поглядела на детку с бабкой, внучка Аленка. Пожалела их и говорит. Я принесу репку. Пошла Аленка в огород. Пришла к тому месту, где репка росла. И только наклонилась, чтобы репку вытащить с огрядки. Как зашипит кто-то. Шпх! Не Аленка ли это? Не за репкой ли пришла? Засмеялась тут Аленка и крикнула. Это я, Аленка, за репкой пришла. Нагнулась она, заглянула под листик. И вдруг увидела ежика колючего. Лежит он глазками, бусинками, облескивает и пыхтит. Шпх! Засмеялась девчонка, вытянула репку. Ежика в передничек положила и побежала домой. Мигом к своей хатке прибежала. Деду с папкой репку отдала. А как же зверь этот пых страшный? Не испугалась ты его? Раскрыла тут Аленка передничек. А вот вам и пых! Засмеялась. Ну и молодец, Аленка. Ну и смелая девчонка. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Увидимся в следующей сказке, ребята. Спасибо за подписку, лайк, интерес к моему YouTube-каналу Moral Life, где вы найдете для себя много различных сказок.